МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раньше для этого применяли импортное устройство, сейчас создают отечественную модель. Традиции Запада и Востока на этнофестивале Уапского моря. Участникам в народных костюмах предложат пройти квест и сразиться с ханом Кучумом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый опасный участок трамвайных путей начали менять в Калининском районе. Долгие годы пассажиры двух маршрутов боялись садиться в вагон. Рельсы на улице Учительской износились настолько, что пошли волнами. В этом году удалось найти деньги, чтобы начать ремонт. Вячеслав Горчаков тоже рискнул проехать по экстремальному пути и узнал, когда он станет безопасным. Даже в час пик трамваи по Учительской идут почти пустые. Пассажиры на остановке ждут другой транспорт. Говорят, ехать по рельсам долго. Трамвай все равно необходим, но только с другой. Он должен быть современным, он не должен стучать. И дорога должна быть настолько ровная, как на Богдашке. То, что у нас на Учительской, хуже быть не может. Это фактически сердце Калининского района. Это не оптическая иллюзия. Рельсы на Учительской искривлены настолько, что местами трамваи передвигаются со скоростью пешехода. Изнутри все еще страшнее. Вот стоим и нужно очень крепко держаться, чтобы не упасть. Как давно эта проблема? Жители обращаются с этим, ну, уже, наверное, под 10 лет. На Учительской два трамвайных маршрута. 11-й и 14-й. Они проходят по главным магистралям Калининского района. Жалоб много, хотя пассажиры давно привыкли и к грохоту, и к тряске. А вам не страшно по таким путям ездить? Даже интересно, как в море. Местные жители настаивают на радикальных решениях. Либо, если нет денег и состояние настолько плохое, и трамваев, и пути их демонтировать, совсем убирать, либо просто находить финансирование и приводить в порядок всю систему трамваев в городе Новосибирске. Деньги на ремонт самого проблемного участка на улице Учительской, между Хмельницкого и Народной, нашли. Сейчас рабочие готовятся к ремонту. Старые рельсы и шпалы начнут демонтировать уже завтра. Как пообещали, еще в конце весны это будет только первый этап ремонта. Начинаем менять рельсы на участке до Народной, и дальше этапами будем идти до авиастроителей. В следующий период будет замена укладка плит межрельсового пространства, и только потом ремонт полотна. Ремонт путей и проезжей части на Учительской займет несколько лет. Но вагоны здесь пойдут быстрее уже в этом году. И не только из-за ровных рельсов. Незакрытые асфальтом шпалы хотя бы на время оградят трамваи от машин, объезжающих пробки. Вячеслав Горщиков, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Суд вынес приговор виновнику автокатастрофы, но тот избежал ответственности и стек срок давности аварии. В ДТП пострадал 11-летний мальчик. Виновник по решению суда должен был выплатить компенсацию, но денег семья не получила. С ситуацией разбирался Александр Потенихин. Сегодня во дворе Данил нашел четырехлистный клевер. Это большая удача, как и то, что мальчик выжил после аварии. На этом видео Данил переходит через дорогу. Видно, как загорается зеленый сигнал светофора, и он по всем правилам ступает на пешеходный переход. Но неожиданно водитель микроавтобуса решает повернуть. И в автомобиль на полном ходу врезается КАМАЗ. Сегодня годовщина той страшной аварии. Два года назад Данил переходил дорогу именно по этому пешеходному переходу. После столкновения мальчика прижало к березе. По повреждениям вот этого самого дерева видно, какой страшной силой был тот удар. Перелом позвонков, лопатки, ушибы внутренних органов, сильнейшие ожоги. Сейчас Данил выздоравливает, даже занимается танцами и виндсерфингом. Все это благодаря помощи родных, близких и неравнодушных. Было очень приятно, потому что так много народу мне пишет, и то, что в мире так много хороших людей. А так мне это помогло, ну, поднимало настроение, когда просто читаешь чужие письма. Ну вот недавно ко мне приехала лучшая подруга из Москвы. Она мне каждый день писала, когда я лежал в больнице, вот эти письма. Суд вынес водителю микроавтобуса приговор. Два года ограничения свободы, два года лишения прав и выплатить компенсацию пострадавшему – 800 тысяч рублей. Но в силу решения так и не вступило. Сегодня истек срок давности происшествия. Мама мальчика считает, что процесс затянулся не случайно. Поступали многочисленные жалобы, ходатайства на все подряд, высосанные из пальца. О том, что судья его назвал виновником на процессе, а он еще пока только подсудимый, осужден. Водитель микроавтобуса не помогал в лечении Данила. Теперь, чтобы добиться хотя бы положенной компенсации, нужно обращаться в гражданский суд. Истечение этих сроков, установленных законом, не освобождает лицо от гражданской правовой ответственности за совершение, за причинение вреда. Им совершены виновные действия, которые суд признал преступлением. Суд установил, что он совершил преступление и указал это в приговоре. Семья Данила требует компенсацию не для того, чтобы наказать виновника аварии. Деньги нужны на реабилитацию и новую операцию. На месте ожогов образуются рубцы, и они могут повредить сосуды. Чтобы помочь мальчику, вы можете перевести деньги на счет Галини Хитриной. Александр Потенихин и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. На Михайловской набережной выкопали все яблони, высаженные осенью прошлого года. Молодые деревья плохо перенесли зиму, хотя класс зимостойкости, заявленный поставщиком, соответствует сибирскому климату. Сорт «Рудольф» выведен в Канаде, морозостойкий. Корневая система у саженцев живая. Деревья даже дали молодые побеги от основания ствола. Но почти все 80 саженцев лишились кроны. Яблони не расцвели весной из-за болезни, заключили эксперты. Часть побеговой системы яблонь поражена фитопатогенными грибами. И понятно, что при таких поражениях, при таких заболеваниях, вид дерева не будет эстетически привлекательным. Ясно, что вот такой вот исход показывает нам, что, наверное, эти яблони здесь не приживутся. Хотя это, на самом деле, конечно же, немного противоречит тем характеристикам, которые были заявлены. Вот я еще раз повторяю, что, собственно, был третий класс морозостойкости у них, третья зона. И, в общем, непонятно, почему они повели себя именно так. Теперь яблони канадского сорта из немецкого питомника заменят на привычные для Сибири липы и декоративные кустарники. Дополнительных расходов не будет, на деревья есть гарантия. А вот почему приходится озеленять город привозными саженцами, Светлана Гижицкая, заведующая кафедрой ботаники Новосибирского педуниверситета, рассказывает в интервью программе «Новосибирская неделя». Первое в России устройство для щадящего лечения врожденного порока сердца разработали специалисты Центра имени Мишалкина. Специальные зонтики-оклюдеры устраняют одно из самых распространенных заболеваний сердца. Пока устройство на стадии разработки, но уже скоро начнут испытания на животных. Анна Братушкина подробнее. Специальные устройства-оклюдеры в мире не новинка, однако в России первые в своем роде. Эти зонтики помогают устранить дефект между желудочковой перегородки, закрывают отверстия между двумя клапанами сердца. Сейчас во многих российских больницах такой врожденный порок лечат при помощи полноценной операции. Специалисты клиники Мишалкина предлагают более щадящий метод. Во-первых, не рассекается полностью грудина, то есть это очевидный косметический эффект. Во-вторых, мы не останавливаем сердце, не используем искусственное кровообращение. И по времени эта операция при обычной неосложненной анатомии дефекта занимает около 15 минут, тогда как открытая операция – это 2-2,5 часа. Уменьшается и время реабилитации. Пациенты восстанавливаются после операции за несколько дней. Раньше подобное устройство приходилось подолгу ждать из-за границы. Разработка специалистов клиники Мишалкина может решить эту проблему. Кроме того, хирурги создали не аналог зарубежных оклюдеров, а новую модель. Отечественное устройство покрыто специальным составом. Он поможет зонтику прижиться в сердце пациента. Это покрытие препятствует быстрому нарастанию так называемой соединительной ткани и препятствует реакции отторжения тканей в месте имплантации этого устройства. Потому что это все равно инородное тело, и у каждых людей окружающая ткань может реагировать индивидуально. Совсем скоро отечественные оклюдеры будут тестировать на мини-пигах или овцах. Если испытания пройдут успешно, то через год эти зонтики начнут вживлять и людям. Анна Братушкина, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Победители конкурса «Строймастер» получили по 50 тысяч рублей и путевку в Москву за профессионализм. Сегодня подвели итоги и определили лучшего каменщика, штукатуры и сварщика. Прежде всего, он позволяет повысить престиж рабочей профессии. Это, наверное, одна из самых важнейших составляющих, собственно говоря, всего строительного процесса. Это ведь то, что делает именно уже своими руками строитель на строительной площадке. Потому что если мастера не будут качественно выполнять свою работу, то мы понимаем, что те дома, в которых надо жить, они, наверное, не будут такими комфортными и такими качественными, как нам бы хотелось. Соревновались два дня на нескольких площадках. Конкурсантам предъявляли самые жесткие требования. Качество работы оценивали с помощью точнейших приборов. Участвовали в конкурсе 52 человека из 8 регионов за Уралье. Самая представительная делегация сварщиков – 32 участника. Победители этого этапа соревнований представят Сибирский федеральный округ в Москве в финале конкурса. Варилось, в общем, две пластины сбора на вертикальном положении. Особо ничего нового нет. Просто, ну, у всех волнение. Конкурс все-таки приехали с другого города. Как бы впечатление, поинтересоваться, где люди работают, как работают, чем варят, чего. Да, очень прямо стояще. В Новосибирске наградили предприятие самым высоким уровнем социальной ответственности. В этом году в конкурсе участвовали 47 компаний. Ну, для предприятия, ну, я так понимаю, это подведение итогов за какой-то период. А, скажем, ну, компания, филиал понимает, что двигается в правильном направлении. То, что, значит, персонал достаточно, ну, комфортно себя чувствует на предприятии и стремится работать у нас. Звание предприятия высокой ответственности получили 39 компаний. Среди них обрабатывающие производства, магазины, мастерские по ремонту транспорта, кафе и рестораны. Уровень социальной ответственности оценивали по 26 критериям. Учитывали количество социальных программ, зарплаты сотрудников и низкий уровень травматизма. Конкурс, он подстегивает все предприятия к тому, чтобы достигнуть показателей лучших и попасть, так говорить, на нашу доску почета, чтобы видели эти предприятия, чтобы предприятия работают, чтобы предприятия повернулись к людям лицом. И они стремятся к тему, чтобы приходили к ним на предприятии люди работать и приносили общественному полезному труду. Победить войско хана Кучума зовут новосибирцев, организаторы этно-арт-фестиваля «Города солнца». Большой тематический квест устроят в эти выходные в парке у Морябского. Для посетителей фестиваля современные ремесленники проведут мастер-классы, будут и театрализованные представления. Анна Буянова побывала в «Городах солнца». Французские гарнизоны, традиционные татарские шатры и герои русских сказок – грани между культурами и эпохами в парке у Морябского стираются. Здравствуйте, путники, идущие по дорогам судьбы. Вас приветствует Гиперборея. На фестивале «Города солнца» 13 тематических площадок. На севере русские ремесленники проводят мастер-классы. А на западе рыцари сражаются на средневековом турнире. Есть на этно-арт-фестивале и неожиданные площадки. У нас сегодня здесь проходят психологические бизнес-сыгры. На протяжении всего фестиваля у нас будет довольно широкий ассортимент игр. Есть игры-бизнес-стимуляторы, когда вы можете за одну игру проиграть свой бизнес, который вы могли в течение четырех лет строить. И за игру вы поймете, насколько эффективны ваши стратегии, либо наоборот, они какие-то проигрышные. Участники фестиваля – гости из разных городов Сибири. Свои площадки некоторые сегодня только начали готовить. Самые активные уже встречают гостей. Здесь много интересного для ребятишек. Они первый раз все это видят. Уже успели походить по лабиринту, узнать о своей судьбе. Взяли с карты Таро, узнали. На фестивале можно не только погулять и посмотреть, но и поиграть. Организаторы приготовили квест. Чтобы попасть в игру гостям фестиваля, нужно прийти в костюмах. Это может быть элемент костюма. Это может быть какой-то головной убор или просто этнический наряд. И это не обязательно носить все время. Это может быть в какой-то момент одеть. То есть, когда там идет игра и человек участвует в ней. В этот раз у нас хан Кучум, вот Кучумово царство. Он может там совершать набеги, например. Он может приходить с караваном, обмениваться товарами. Я еще не побежден. Я жду сражения с русскими войсками, с дружиной Атамана Ваейкова. Фестиваль «Города солнца» ждет гостей уже завтра в парке у Мурябского. Анна Буянова, Данил Смирнов. Новосибирские новости. Новосибирские полицейские выяснили, кто точно сможет догнать нарушителя. Сегодня они вышли на беговые дорожки стадиона «Спартак». Легкая атлетика – один из главных разделов в программе областной спартаки АДМВД. За стартами наблюдал Михаил Якимов. Эти милые девушки – непрофессиональные спортсменки. Но без хорошей физической подготовки в их профессии никак. Сотрудники МВД не только регулярно сдают нормативы, но и каждый год участвуют в спартаки АДМВД. Сегодня соревнуются легкоатлеты. Одна из участниц – Ольга Глок. Она кинолог, поэтому бегает регулярно с четвероногим напарником. С собакой? Где как? Когда собака, когда я? Как устанет? Кто первый устал, тот и будет. Другие полицейские занимаются спортом после работы в удовольствие. Первыми на старт выходят девушки. Со второго этапа в борьбу вступают мужчины. Скорости возрастают. Эстафета – соревнование командное. Но если в составе есть один из самых быстрых полицейских в мире, победить проще. Вот есть, допустим, компьютерная зависимость, наркологическая зависимость. Еще какая-то. У меня спортивная зависимость. После работы идешь в парк, после работы идут в бассейн, в зал. Артем Соболев не раз побеждал на различных международных турнирах. Осенью ему вновь предстоит защищать честь России на чемпионате Европы среди полицейских и пожарных. Но сначала лучшие новосибирские правоохранители отправятся на чемпионат страны. Уверены, что в этом году выступят хорошо. Результаты областных соревнований стали лучше. Результатами довольны. По итогам, повторю, соревнований, время вышло лучше, чем в прошлом году. На 12 секунд первое место выиграло. Восемь бегунов будут представлять Новосибирск на чемпионате России среди сотрудников МВД, который пройдет в начале августа во Владимире. Михаил Якимов, Олег Королевец, Новосибирские новости. Это все новости на сегодня. Быть в курсе событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. А на сайте NSK News Info можно узнать о том, куда сдавать пластик и макулатуру в Новосибирске. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok